А теперь я вам покажу клинический пример. Это была очень интересная история. Это мой такой старинный пациент. У него уже, по-моему, нет ни одного места, которое бы я ему не прооперировала в рту. Когда-то он меня нашел через какие-то свои странные каналы. Он работал в Якутии каким-то большим начальником. И там некуда ему было обратиться. У него была вот такая проблема. Была рецессия на 23-м зубе. Все ему сказали, что зуб надо или удалять, или жить так. А его, в общем, эстетика нас абсолютно беспокоила. Его очень беспокоила чувствительность. Ему там многократно пытались это все пламбировать. В общем, он каким-то образом приехал ко мне. Мы с ним подружились, познакомились. Я ему сказала, Сергей Николаевич, сделаем. Посмотрите, какой тут хороший объемчик. Но трех там совсем нет. Я говорю, идеально бы нам еще и трансплантат туда поставить, чтобы совсем все сразу было хорошо. Он говорит, нет, я тебе небы не дам резать. Почему-то у него это было, он там что-то начитался. Он был очень как-то вот. Я говорю, хорошо, тогда возможно, что это будет в два этапа. Естественно, что вы сами видите, что при такой клинической ситуации никакого коронального перемещения речи быть не может. Потому что рецессия уходит от того, что мы с вами обсуждали, в высшей муки-ганговальной границе. Мы взяли и прооперировали его латеральным перемещением. Это вот все этапы, которые мы сейчас обсудили с вами. Здесь ничего не видно. Фиксация. Самая такая банальная, простая операция была 40 минут. Я померила, разрезала, слоила, переместила и ушила. Такой шон есть будет. Что? Такой шон есть будет. Вы знаете, это доклон. Доклон, это мононить. Ну, это пятерка была. У меня это все, что, по-моему, уже были какие-то остатки. Это мы с выставки какой-то из разов привозили. Они не продаются у нас. А нет, сейчас продаются СМИ. Ну, это какая-то странная дилерская компания. Я не знаю, они в три дорога, они стоят копейки в Германии. Просто вообще копейки стоят. Да, 10 евро стоит 12 ниток упаковка, которая 75 длина. А у нас они какие-то космические деньги, там, чуть ли не по 70 евро они их продают. Что? Сиролон. Да и колон. А, и сиролон терапии. Какая разница, мононить любую. Да. Главное, не плетеная. Мы уже тут просто пока вас не было, обсудили, что это не плетеная нитка. Ну, в общем-то, вот. Это то, что он мне привез. Вот. Через год. Он приехал ровно через год опять. Ну, и как я ему и сказала, что будет второй этап. Раз. Не хотели так, как я предложила? Но поскольку его уже очень устроил хотя бы уже первичный вот этот результат, он был готов на вторую операцию. И здесь просто метод коронального перемещения был применен, поскольку у нас уже создалась прикрепленная десна, да, все обратили внимание, наверное, вот она, опекальнее зенита. Здесь можно было тоже ничего не использовать, просто сделать традиционное корональное перемещение. Это обработка зуба, полировка. Вот, и чтобы вы видели, что я все это делаю в обязательном порядке, а не только рассказываю. Вот эти непрерывные швы. Снятие 14 дней. Ну и вот. Это, по-моему, год уже. Чертельное число? Да. А у него, посмотрите, вот обратите внимание, у него даже вот здесь вот, вот даже цесму уже перекрыли, потому что вот, ну, это образие у него по сути, потому что цес у него вот здесь где-то было. Ну, сейчас он мне даже разрешил вот здесь реставрацию сделать какую-то там приличную. Это уже 6 лет, по-моему, да? Причина лица, лица и лица и лица. Ну, на самом деле, первичная андегистенция там в области клыков, он слегка дистопирован все-таки. Я думаю, что это, он родился с этой просто стечением времени. Парадонтит, курение, все это привело к тому, что постепенно ткани парадонта среагировали. Ну, да, вот это вот 6 лет, да. Это к стабильности парадонтологических вот этих вмешательств, потому что я очень часто сталкиваюсь с пациентами, рассказывают, что они были где-то уже на консультациях, и им сказали, что вы не делаете, потому что это результат на год. А потом у вас как бы все произойдет обратно, будет рецидив и так далее. Я наблюдаю своих пациентов, ну, у них нет рецидива. Если это все было нормально, если не было, даже еще и так интересно, бывает, что у меня были осложнения, я вообще с этим прощалась с работой, думаю, что мне надо как-то ее переделывать будет через какое-то время. А приходит человек, и у него все восстановилось в лучшую сторону. Это опять о той травме, да. которая произошла, и мы не знаем, как регенерация будет происходить в этой ситуации, но, как правило, она запускает вот эти все механизмы. Это еще один пример. Вот по поводу этой нижней челюсти. Пациентка чудовищная, курильщица. Мне тоже не удалось с ней побороться никак. Это вот эта профгигиена, которая проведена вот прямо вот только что. он вообще этот табак, он ничего, не выскабливается, не вылущивается, и не знаю, чем его еще можно оттуда достать. измерение, толщина, ширина. Ну, у нее хорошая, да, тут ситуация. Вот здесь причина рецессии однозначная дистопия просто. Но она не захотела ортодонтии делать, хотя я ей сказала, что у нее, возможно, вообще бы безоперативно ушла бы эта рецессия, если заглупить и увести этот зуб. Ну, категорически нет. Все, обработка. Корень все то же самое. Креты, боры. Вот так вот он выглядит, обратно режущая нитка. Обратно перевернутый треугольничек. Фиксация. Сейчас покажу. Вот здесь была у меня ошибка. Вот здесь видно. Недостаточно вот за эту зону доэпитализировала. Видите, оставила. Уже когда фотографии смотрела, уже только тогда увидела, что вот этот кусочек еще не доэпитализировала. Сейчас покажу, чем это закончилось. Это фотоаппарат или микроскоп? Что? Фотоаппарат. Фотоаппарат или микроскоп? Фотоаппарат обычный. Ну как? С увеличением работаете? Нет, я с увеличением работаю. А фотография же... Макросъемка? Да, макросъемка. Вот, макросъемка. Какая перспектива у этого зуба в таком состоянии? Да нормальная у него и перспектива. Она покурить лучше бросила. Ну, как бы, ну, это подразумевает, что все равно там будет супра-контакт. Причистки зубы. Вот я, например, когда вижу вот такое положение зуба, я сразу говорю, я не... Ну, давайте сейчас посмотрим, из чего мы начинали. Я вам покажу. Сейчас я просто закончим. Это вот к вашему вопросу, Альбин. Посмотрите, пожалуйста. А вот здесь вот у нее будет дефект. У донорска, видите, будет кусочек вот он. На нижней челюсти он вот так будет выглядеть. Ну, вот так. Губка. Все. Смотрите, получилось, что у меня вот этот мой слизистенокосичный лоскут проконтактировал вот здесь с недоэпитализированным куском. Вот так. Я переделала это. Потом там совсем чуть-чуть было. Я быстро это убрала. Это не проблема. Но, тем не менее, мне пришлось второй раз залезать в эту историю. Здесь самое главное. Поймите, смотрите, что у нее было. Тяж, уздечка. Мы же одномоментно ее тоже убрали. Создали объем прикрепленной десны вокруг зуба. Он может так стоять вообще, да, пока она... Очень много вот против. Вот там уздечка, там рецессия вот такого вида. И что нам делать? Хорошо. Ну, я бы сказала, что я не буду точно. А почему против-то? Ну, потому что там много факторов, которые потом все равно способствуют тому, что она опять ведет. Какое же положение? Ну, может, чуть лучше. Нет, у нее все хорошо. Уже прошло много лет. У нее, у этой пациентки, все хорошо. Она, к сожалению, только курить не просила. Она приходит к моему гигиенисту просто с килограммами камней своих. Но это никак не влияет на ее зубы. А есть конечная фотография? У меня, к сожалению, нету конечной фотографии ее. Потому что она приходила в последний раз. Они почистились без меня и не засняли. Такая у нас еще летучая голландия, барышня. Видите, как с пациентами. Потом вот эти концы, то они вдруг неожиданно нарисовались. Приехали, и не всегда можно Алексея выдернуть для того, чтобы зафиксировать. То есть тоже, если бы я сама фотографировала, было бы все проще. Но это абсолютно мне не дано. А что вы здесь делали? Латеральное перемещение. А, вот здесь второй раз освежило, подтянуло, и вот это просто ушило. И все. Уже все было создано. Уже все здесь, мягкие ткани все перенесены. Здесь просто нужно было вот доработать. То, что я показала, где я не доделала. Вот буквально, представляете, маленький вот такой вот кусочек. Я просто не доэпитализировала. Он взял и не соединился у нее. А скальпелем или бором? Скальпелем. Нет, я бором не трогаю здесь. Ну, это у нас... А какие сроки вы? Я через полтора месяца сделала. Да, я подождала все-таки, чтобы встал лоскут уже сам непосредственно. Чтобы это никуда не перемещать излишне. Я переместила не вот это, а вот это сюда. Наоборот. То есть еще один, как бы, еще один небольшой латеральный. С этой стороны чуть-чуть, да. Потому что там уже не было уздечки, там уже ничего не тянуло. Там уже все было спокойно. Надо, кстати, да, Анастасию все-таки отфоткать нам. Субтитры сделал DimaTorzok